Привет, мои дорогие, любимые, хорошие, добрые, счастливые, здоровые и эффективные коллеги, товарищи, друзья, родственники, а также подписчики данного канала. Полгода назад я перестала быть активным блогером, но вот сейчас в преддверии отпуска у меня появилось больше свободного времени. Я сдала все отчеты, журналы, детей отправила на каникулы, взрослых в отпусках и театральная студия сейчас отдыхает. Если вы помните, то в самом начале, когда я начала вести блог как Наргиз Абдулаева, я проходила такую самостоятельную терапию по исцелению своей психики, души, тела, эмоционального тела в том числе, от жутчайшей депрессии, которую я испытывала по поводу того, что вот я переехала в Крым из Москвы, взрослась в карьеру, оставшись без денег, занималась торговлей, а это все не мое. Но, слава богу, сейчас я уже так и думаю, потому что в каждом деле, если обрести достаточный опыт и подробно изучать все аспекты, то находишь действительно какие-то полезные вещи и там, и здесь. В принципе, торговля ничуть не хуже преподавательской деятельности, а даже в материальном плане намного лучше. У меня была такая идея делиться с вами. Если вы на тот момент были со мной на одной волне и пребывали тоже в состоянии депрессии, то вот я в своем блоге, как и сегодня, как и сейчас, делилась с вами навыками, как привести себя в состояние активной, продуктивной, эффективной жизнедеятельности, записывая видеоролики. Если вы помните, вытаскивая себя за уши из депрессии, я просыпалась в 4 утра, шла на пробежку, запивала стакан воды с лимоном, принимала контрастный душ, проделывала всякие лимфодренажные упражнения, упражнения из индийской культуры йоги, упражнения из актерской школы по станической речи, по актерскому мастерству, по пластике, поддерживающие упражнения для позвоночника. И если вы помните, чтобы прийти к своей цели, а цель у меня грандиозная, друзья, я счастлива, что у меня эта цель, она еще с детства у меня формировалась, как мечта сначала, потому что я дружила с беспризорными детьми, чьи родители либо выбросились из окна, либо передозировка, либо что-то еще. Я видела, что эти дети нуждаются в помощи, и у меня была голубая мечта создать целый фонд, построить дом огромный на берегу горной речки, в окружении леса, чтобы в этом доме жили воспитатели мужчин, воспитатели женщины, и вот у таких беспризорных детей было бы в качестве родителей по два воспитателя разного пола, и мы бы там занимались выращиванием всяких овощных, фруктовых культур. Собственно, жили бы этим, пасли баранов, овец, но зато были бы счастливы. Эта мечта стала реальной, и она переросла в глобальный благотворительный проект. Это создание благотворительного фонда в поддержку и в помощь людям с онкологией, потому что в моей семье такое событие, что у меня там сестра от онкологии скончалась, бабушка до этого, вот сейчас у мамы нашли опухоль в ноге, неизвестно, значит, пока ничего. Также суицидальные истории и людям, у которых в семье случались такие трагедии, связанные с суицидом. Фонд может быть полезен таким людям в качестве поддержки, потому что в фонде существуют различного рода интереснейшие программы по восстановлению вообще жизнедеятельности человека, творческие программы, да, я буду приглашать людей, союзники. Кстати, если вам отзывается моя идея, если вы тоже, как и я, мечтали с детства помогать людям, то я открыта к сотрудничеству, особенно в долгосрочной перспективе. Если вы хотите в тандеме создать какой-то действительно фонд, поучаствовать в создании моего фонда, материально вложиться или что-то, то, пожалуйста, пишите, оставляйте комментарии, делитесь своими контактами, ищите меня в соцсетях, я с удовольствием отвечу и так далее, и так далее. Вот, просто цена у моей нынешней деятельности есть, потому что я существую в очень стрессовых условиях, да, как известно, вообще в любой организации, новый сотрудник, особенно с хорошим таким бэкграундом, богатейшим опытом, резюме шикарное, он вызывает у всех подозрения, все его хотят проверить, терпеливый он, нетерпеливый, устойчивый к стрессным ситуациям, реагирует ли он быстро, медленно, продуктивен, эффективен, интересен, любопытен, может ли он быть членом нашей команды, ну, то есть в любой организации нового человека обязательно проверяют. Некоторые тревожатся, что как-то подозрительно, что человек с таким бэкграундом вдруг пришел к нам в организацию, что-то здесь не так, и начинают как бы самоутверждаться за счет этого человека. Например, у меня были проблемы первое время с заполнением журналов, ух, как мне доставалось, но, слава богу, я научилась, все в порядке, друзья, вы можете меня приглашать, преподавать в колледже, в университете, с удовольствием, я уже умею заполнить журналы. В общем, за полгода работы я набралась как положительного опыта, так и негативного, и по истечении полугодия мой организм приспаскался, моя нервная система расшаталась. В результате на коже моей сыпь, которая сильно зудела, сильно чесалась, гноилась, сочилась, выглядела как вон та бордовая заморезка. Я думала, что это псориаз, а вы знаете, что такое псориаз? Некоторые ученые, медики считают, что псориаз – это грибковое заболевание, другие считают, что это на нервной почве, третьи считают, что это просто почечная или печеночная недостаточность. В общем, и те, и другие могут быть правы. Предшественник псориаза – это нейродерматит. Собственно, с этим я столкнулась из-за того, что я в стрессовой ситуации. Друзья мои, сразу вам говорю, если вы работаете вот в такой тоже стрессовой конторе, где вас постоянно что-то пичкует, гнобят и так далее, будьте бдительны, не позволяйте себе, так сказать, опустить руки и держать в себе. Лучше сразу высказывайте, принимайте какие-то действия, увольняйтесь или что, не сожалеем. Потому что в мире полно людей, которым нужна наша помощь и поддержка. Сейчас мне повезло, я ухожу в отпуск, но и то перед отпуском меня уже вызвали на ковер. Но суть в чем? Почему я вас призываю быть бдительными и стараться не поддаваться этим настроениям? Потому что вы рискуете, ваш организм может чисто психосоматически среагировать на ваши стрессы, тревогу о том, что что-то нестабильное или что-то наоборот вас угнетает и так далее. Психосоматически может отреагировать, например, как у меня, нейродерматитом. Это страшное зрелище, я вам показываю, смотрите, но не бойтесь. Теперь, когда вы увидели, что такое нейродерматит, а вы увидели уже такие слегка прозовевшие, уже отшелушенные, гладенькие признаки нейродерматита, потому что я нашла способ, средство, о нём я расскажу дальше. И уже нет вот этого ожогового вида его, нет вот этого зуда, слава богу, благодарю. Если вы помните, в самом начале я обещала вам в одном из видеороликов, в котором мы беседовали с вами про лимфатическую систему, и я давала вам различные способы её прокачивать, также поделилась с вами информацией о том, что я нашла для себя уникальное средство по восстановлению вообще всех систем в своём организме. Вот, в совокупности с этим средством активный образ жизни дают вот такую продуктивную жизнедеятельность, и вы легко достигнете своей цели. В общем-то, это на своём примере я точно знаю. При остром желании. Я говорила, что я поделюсь с вами, и, пожалуйста, драгоценные мои, напомню, что в Москве перед поездкой сюда, да, мне этот препарат позволил повернуть, восстановить сон, снять мою тревожность, улучшить все процессы, связанные с метаболизмами. Спасибо, что вы оставили свой заинтересованный комментарий, и, конечно же, извините, что через полгода, но всё-таки я своё обещание выполняю. Вот эта чудодейственная суспензия, о которой я говорила, благодаря которой с моего нейродерматита, который вы видели, спали все шелушения, спал весь зуд, вся воспалённая краснота, и ушли вот эти сочащиеся рамки. То есть всё подсохло, всё усохло, я спокойна и счастлива, и благодарна компании Атоми, которая производит суспензию, которая называется Химахим Атоми. Сила, стимулирующая уставшие клетки иммунной системы. Препарат создан абсолютно на основе, и в состав его входят только лекарственные репривалы, растущие на территории Южно-Корейской Республики, собранные там же, и формула, выведенная и созданная учёными специалистами компанией Атоми, уже создала этот препарат благодаря этой формуле, специально для людей, работающих в радиоактивной среде. Данная суспензия не имеет противопоказаний, я без лишних колебаний, исключительно благодаря тому, что я прочитала, что она не имеет противопоказаний, в состав её входят только натуральные лекарственные репривалы, и что она производится в Южной Корее, только поэтому я воспользовалась этим препаратом. У меня было абсолютное недоверие, я не люблю все эти рекомендации по поводу биологически активных добавок, но это не добавка, это вот такая иммуномодулирующая вкусняшка. Здесь вы узнаете историю создания этого продукта, а он создавался, как здесь написано, для элиты корейского общества, профессоров, академиков, которые работали над исследованиями атомной энергии в Корее. Ну вот видите, атомные станции, так как из-за повышенной радиации облучения многие из них были больны онкологией. Так что делюсь с вами этой информацией, вы знаете, что я не врач, не доктор, не научный сотрудник и так далее, но из-за того, что в моем опыте есть уже встречи с онкологией, есть опыты с гепатитом, опыты с депрессией, с суицидом, для меня вот это средство, каких бы денег оно мне не стоило, а стоит оно, ребята, 7 тысяч рублей, но я ждала, и наконец я дождалась, я получила зарплату, купила, и мой нейродематит уходит. Дальше я буду, значит, разговаривать со своей мамой, убеждать ее тоже попробовать этот препарат, потому что я верю, что вот то образование в ноге моей мамы, о котором ей сообщили врачи, что его не будет в скором времени после употребления химохима. Вот, ребят, в общем, моя задача поделиться с вами информацией, если вам нужно будет понять, где, как и что, напишите комментарий, ставьте свой номер телефона или найдите меня в WhatsApp или Telegram, где угодно, напишите сообщение, я с вами обязательно поделюсь, объясню, как, где и что, вот, и книжку в электронном формате я тоже могу вам отправить. Вот, будем продолжать с вами встречаться, я буду делиться историями по, все-таки, по развитию своей предпринимательской деятельности, а в дальнейшем по созданию и развитию фонда, о котором я вам рассказывала, как о своей основной цели в этой жизни приносить людям пользу. Я вас люблю, пожалуйста, берегите свое здоровье и я рада, если я была для вас полезной в этом видеоролике и вы досмотрели его до конца.